Сегодня у нас очередное очень приятное мероприятие. В этом году мы уже, вот у нас полгодия прошло, уже вручили детям сиротов, детям оставшихся без попечения родителей 8 квартир, правильно? 8 квартир, на очереди еще 5 ключей от 5 квартир, поэтому мы рады, что вы сегодня с нами. Мы рады, что вы в это верили, что мы это вместе сделали. И, конечно, сегодня нам вместе, наверное, стоит мысленно, морально и объявить, что, конечно, большое спасибо нашему государству. Конечно, это программа, которая поддерживает правительство Российской Федерации. Деньги поступают частично из Российской Федерации, частично из бюджета Ленинградской области. Губернаторы Ленинградской области особенно контролируют эту ситуацию по всей Ленинградской области. Ну и мне приятно и очень отметить работу моих коллег, всех, кто работает в этом направлении, что мы вовремя, своевременно и самые, ну, наверное, одни из лучших Ленинградской области, кто все-таки закупает это жилье, вовремя все делаем, просим постоянно нам мало, нам мало дайте еще деньги. И, по-моему, мы сделали запрос еще на 25 миллионов в этом году. И нам сегодня это позволяет, ну, наверное, открыто смотреть вам в глаза, что мы свою работу выполнили, выполнили правильно. А вам сегодня хочется пожелать всем, перед тем, как включать ключи, хочется пожелать, чтобы, ну, что тут говорите, откровенно, крыша над головой, свой дом, свой очаг, это, наверное, одна из самых важных жизненных потребностей человека. Это дом и семья. Поэтому, если у вас уже, вот, первое состоялось, будем считать, что ключи у вас уже в руках, у вас свой дом, своя крыша над головой, у кого еще нет семьи, я очень пожелал вам, чтобы вы обзавелись своими семьями, чтобы это произошло рано или поздно, быстрее или медленнее, кто как настроен. Это первое. И еще очень важно для нас, для администрации, для района, что вы останетесь жить в Ингисепском районе. Я вчера ехал из Петербурга, и какую-то очередную там радио взял, или печатный мешал, и были новости из Петербурга. И вот в Петербурге вот такая история, что вот очень много новых предприятий тоже развивается, и Петербург перешел, перешагнул среднюю заработную плату в 40 тысяч рублей. Петербург – это индустриальный, промышленный и культурный центр, да? Мне, знаете, как было приятно? Значит, мы не зря землю топчем. В принципе, в Ингисепском районе сегодня средняя заработная плата, она уже четко подошла к 40 тысячам. Мы отчитались за прошлый год 39, что-то 600, поэтому по средней заработной плате сегодня, это для всех, раз сегодня пресса у нас здесь, это для всех ингисепцев, что мы по средней заработной плате не отстаем от такого, ну, очень серьезного и крепкого, сильного города Санкт-Петербурга, но и по средней заработной плате мы одни из, ну, пятерки лидеров в Ленинградской области, поэтому у нас есть перспектива. Поэтому я прошу вас оставаться в районе, творческий поиск, чтобы у вас были успешны, чтобы вы нашли себя, вот, и работали на обладу нашего Ингисепского района, нашего города Ингисеп, и, наверное, были счастливы. В настоящее время работает в кафе в Санкт-Петербурге, но планирует получение среднего профессионального образования. Всем счастливого проживания под новой крышей. Спасибо.